Итак, схемка выглядела таким образом. Принцип здесь какой? Чем больше у нас темп, тем сильнее мы должны собираться, тем более собранными упругими мы должны быть. Внимание! Не напрягаться, а собираться. Это разные вещи. Потому что если вы напряжетесь, вы из места не двинетесь. Чтобы почувствовать, что такое пружине, мы прыгали расслабленно, потом, увеличивая темп баунса, мы пытались стать упругими. Причем упругими едино во всем теле. Не ноги упругие, а руки расслабленные, а целиком. Как будто мы единый баскетбольный шарик, мячик, который надули. А потом на медленном темпе его спустили. Опять надули, спустили. Это первый момент. Второй момент. Нужно как можно меньше делать шаги, как можно меньше делать взаимодействия в паре. из бутакола. Оп, оп, оп. Сделать вот такое. И тогда намного больше, намного больше темпа можно будет успевать. Оп, оп, оп. Ну, по крайней мере, на первых парах. Да. Третий момент. И расходиться далеко. Соблюдайте дистанцию, так, чтобы вы не вылетали на прямые руки, когда уже раньше некуда не растягиваться, никуда. Это, как бы я бы включил в разряд собранности, потому что, если у вас центр собран, то у вас руки не должны раскрываться полностью. То есть собранность, она во всем теле одинаковая. Вот. И ноги не должны расходиться далеко, если у вас центр собран. А все едино. И все-таки третий пункт. Это партнер должен быть тем якорем, партнер должен быть тем столбом, относительно которого шарик на резинке в виде партнерши летает. Растянули, полетела. Партнер стоит на месте. Растянулся, полетела. Если вы не чувствуете, что партнерша... Сейчас. Если вы перестанете бегать вокруг партнерши... Перестаньте это делать. И захотите, чтобы партнерша полетела вокруг вас, то, скорее всего, не хватит импульса. Такая, ну беги, детка, ну давай, давай, беги, детка, давай. Не хватает. Чтобы его хватило, нужно активнее делать рок-степ назад. Нужно растянуться для того состояния, чтобы наши центры наконец соединились. То есть вы почувствуете этот момент, когда вы растягиваетесь. И тут в определенный момент, опа, связь центров появилась. Пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип. И как только это появилось, небольшое дальнейшее смещение моего центра приводит к тому, что партнерша улетает туда, куда нужно. И этот момент нам и нужен для того, чтобы запустить партнершу туда. Внимание, мальчики, если вы запускаете партнершу, будьте готовы, что вам придется ее тормозить, потому что с ума она... Допустим, я не готов. Будьте готовы к тому, что она будет на всех парах, и она же вас будет использовать, чтобы останавливать себя. Да, то есть используйте друг друга. Но партнеры, чтобы не перемещаться много, используйте пол и отталкивайтесь от него. А теперь твоя задумка. Да, на этом материал занятия все. А теперь мы включим трек темпа 240. И кто-то танцует до конца.